Всем привет! Привет, подкастеры! Меня зовут Мирим. Я подкастер Кыз из Кыргызстана, и я буду модерировать эту сессию. Для меня, если честно, это прям так супер волнительно, потому что я сама занимаюсь год подкастами, и я даже не могла подумать, что в онлайн можно замутить такой фестиваль, поэтому благодарности организаторам. У меня два подкаста, ну это так чуть-чуть я себе расскажу. Первый — это «Окей», это «Ок» вы можете найти. Он о том, что можно заниматься любимым делом, и это «Окей». Второй мой подкаст — это «Медиадилер», подкаст о медиа в нашей стране, в Кыргызстане. И вот как раз-таки второй мой подкаст. Я делаю в партнерстве с «Скулкабар», с IWPR. Еще раз скажу, что я очень рада здесь быть сегодня с вами, коллеги, потому что это очень важно. Да, это, конечно, все весело, тусовка, но на самом деле это очень крутой нетворкинг. Такие мероприятия, почему крутые? Потому что я уверена, что у вас здесь уже сейчас появляются новые идеи, когда вы слушаете спикеров, когда вы слушаете друг друга, прям записываете все эти идеи, потому что в дальнейшем это все выльется во что-то крутое. Я сама все, что вот создавала, у меня также есть свое медиа в Кыргызстане, «Окно» называется. Я являюсь соучредительницей. И все вот эти идеи, они приходили именно на вот таких мероприятиях, и я вам прям рекомендую, если что-то появляется, прям записывайте. Вот, перехожу к организаторским своим обязанностям. Немного расскажу по регламенту. В принципе, вы все знаете, но все-таки повторюсь. В течение 40 минут мы будем слушать спикера следующего с очень крутой темой «Зачем бизнесу подкасты?». Далее у нас будет после выступления, после 40-минутного выступления, будет сессия вопросов и ответов. Свои вопросы кидаете в окошечко чата. Если же вы нас смотрите на Фейсбуке, оставляйте свои комментарии в Фейсбуке, и я их озвучу после выступления нашего спикера. Вот, как-то так. И барабанная дробь. Наш следующий спикер – Михаил Кокин, филолог, журналист, экс-программный директор «Подстар.фм», издатель и диджитал-директор в агентстве Брэнд Медиа «Дорогая редакция», среди клиентов которого Coca-Cola, Сбербанк, боже, это все-таки крутые компании, которые прямо экспериментаторы такие, BMW, Beeline и другие. В общем, встречаем, Михаил Кокин. Всем привет. Вы меня слышите? Да, слышно. Очень хорошо. Слышим, слышим. Да. Очень приятно. С такой помпой меня представили. Зачем-то. Да, на самом деле, моя история в подкастинге началась в 2010, наверное, году, или 2009 даже, когда первые какие-то мои радийные передачи стали появляться на «Под.фм» сначала, а потом мы придумали «Подстар». Это была до сих пор существующая площадка, с которой я уже конкретно не связан. Мы два года работали как инвестиционный проект, стартап. Мы не стали зарабатывать больше, чем тратить, поэтому мы поставили все на холд. Но это была первая площадка, которая связывала рекомендателей, бизнес и подкастеров напрямую. И я думаю, что все самые известные на тот момент подкасты, типа «Берись и делай», Андрея Шаркова и прочие другие, они были у нас. Мы их записывали у тебя в студии, ну и так далее, и так далее. Вот. И первый подкаст для бренда, который мы делали для компании «Балтика», он назывался «Пивной сомелье», и стоил он, по-моему, 400 тысяч в месяц. Тогда, еще в 2011 году, это было, мне кажется, очень дорого, 100 тысяч за выпуск. Даже сейчас это приличная цена, а тогда это было совсем запредельно. Ну вот. И это такой легкий бэкграунд. Сейчас я работаю в агентстве «Дорогая редакция». Действительно, мы делаем бренд-медиа, создаем контент для брендов, для крупных компаний, ведем соцсети, BMW, Coca-Cola, Сбербанка и так далее. Ну, Сбербизнеса и Сбердевайсов, неважно. Вот. И я бы, наверное, расширил экран. Я сейчас это сделаю, чтобы показать вам короткую презентацию, и потом мы пройдемся по подкастам, которые делаем и мы, и мои коллеги, я имею в виду студии, которые занимаются подкастами, студия «Норм», «Ток», «Либо-либо». Абсолютно классные ребята. Вот поэтому. Так, сейчас, секунду. Зум не может сделать записи вашего экрана, пока оно не вызвано. О, боже, позже, хорошо. Так, демонстрация, хорошо. Окей, демонстрация. Вы видите, да, мой экран? Класс. Кажется, да. Видим, видим экран, все хорошо. Супер. Это презентация из лекции, которую я читал в британской школе дизайна, и она сохранила актуальность во многом. Я несколько лет подряд рассказывал о том, что с 2017 до 2016 года, о том, что подкасты снова набирают популярность. В 2013 году, когда закрылся подстер, показалось, что подкастов нет никакого будущего. В этом нет бизнеса, по крайней мере. В этом нет бизнес-составляющей. Это такой UGC-контент, который будет востребован у кого-то, у кого-то нет, но аудитория там слишком маленькая. И вот несколько лет подряд я говорю о том, что подкаст, он был не юсекси-жанр, но давайте представим, что мы заново вернулись к этой теме, и кто-то еще не знает или не думает о том, по крайней мере, в бизнесе, где-то в регионах или в регионах России, в странах СНГ и так далее. Многие бизнесы не понимают, что подкасты – это довольно круто. Я здесь пишу о том, что да, первые, наверное, эту тему стали двигать очень активно «Медуза». Ребята из «Медузы», вы все, наверное, знаете, это медиа, на которой основали Галин Тимченко «Сотоварища». И, собственно, Галя писала о том, что в какой-то момент в 2017 году появилась новость о том, что подкасты «Медузы» впервые начали окупаться. Это было большим, хорошим сигналом для рынка, потому что «Медуза» делала огромное количество спонсорских подкастов. Например, они делали подкаст для воды «Смартвотер», который выпускает Кока-Кола. Это была серия специального подкаста научного про высокие технологии. Вы можете найти, у меня будет сейчас. Я дам ссылку потом на пост, где я собрал, наверное, большинство бренд-подкастов, которые вообще существуют на русском языке. Его можно будет дополнять, этот список. Да, и до этого какая была ситуация, что с 2008 по 2017 годы нормальным результатом, то есть когда у подкаста есть партнеры или спонсоры, как угодно, могли похвастаться небольшое количество подкастов. Раньше звездными были ребята типа «Ронатология», подкаст Максима Спридонова, фаундер «Ронатология», собственно. «Берись и делай» Андрея Шаркова, «Донт спик», он до сих пор, кстати, популярный подкаст, который я запускал. Остальный контент, он был радийный, и я общался тогда с Рустамом Вахидовым, который был тогда программным директором «Маяка», и они не собирались зарабатывать на подкастах, хотя «Брендятина», подкаст «Брендятина», который вы, наверное, тоже слышали о нем, подкаст рассказывает о брендах, он мог бы, наверное, стать, ну, не знаю, купаться, привлечь спонсоров. Но на «Маяке» об этом не думали, не думают до сих пор, насколько я понимаю, но, тем не менее, контента было много. За семь лет только в США рынок подкастов вырос с 10 до 350 миллионов долларов, сейчас он оценивается порядка выше 500 миллионов, за счет США тогда это было. А в 2010 году в России заработали под строй под FM, в 2013 году они закрылись, и сейчас они существуют без финансирования, но мы видим, что кроме этих площадок появилось огромное количество независимых издателей, которые начинают делать подкасты как для себя, так и для бизнеса, или делают подкасты собственные, авторские, в которых потом размещают какую-то рекламу. Можно ли использовать подкасты как медиаканал для бизнеса? Это главный вопрос, который задают все клиенты. Это же модная штука, вот есть Arzamas, есть вот еще что-то, давайте, может быть, тоже сделаем подкаст. В целом до сих пор ниша подкастов для бизнес, бизнес-подкастов или бренд-подкастов абсолютно свободная. То есть там есть какое-то количество подкастов, и сейчас, наверное, уже 30-40, я думаю, вот примерно такое исчисление. Какие-то подкасты закрываются, какие-то продолжаются, но между всем этим мы видим, что подкастов может быть больше. Мы сейчас точно знаем, что рынок, по крайней мере, количество заявок в русскоязычном сегменте подкастов в Apple и в Яндекс самое большое вообще среди всех прочих рынков. Огромный бум. Люди делают подкасты очень много. Одни и те же люди выпускают по 7-8 подкастов. Даже если они не становятся популярными, есть какая-то жажда самореализации, самовыражения подкасты. Так вот, как вы видите в презентации, есть какое-то количество небольших предпринимателей, которые продвигают свой личный бренд. Это тоже нормальный путь. Если у вас есть, если у вашего бизнеса, или вы сам являетесь фаундером, или представителем этого бизнеса, есть желание, есть какие-то специфические навыки, или какой-то круг знакомства, можно вполне двигаться в этом направлении и делать подкасты для себя и про себя. Это даже генерирует продажи, на самом деле. Мы делали подкаст с Радиславом Гондопасом довольно долго. Он назывался «Прямая лития» с Радиславом Гондопасом. Наверное, один из самых популярных подкастов за все время в Apple. Были по 100 с лишним тысяч прослушиваний выпуски. Мы его два года уже не делаем, но мы измеряли с помощью промокода количество купивших семинары и мастер-классы у Радислава. И это было порядка с каждого подкаста минимум пять человек покупали мастер-классы. Ну, а с учетом стоимости в 20 плюс тысяч рублей это была, в общем, довольно неплохая история. Кроме всего прочего, подкаст работал на личный бренд и мой, и Радиславу, поэтому, наверное, вполне себе хорошая история. Да. Бизнес может использовать темы для подкастов. На самом деле они могут быть абсолютно разные. Это может быть, на самом деле, собственно, бизнес и аналитика. Это могут быть какие-то нишевые подкасты про тусовку маркетологов, про тусовку аналитиков. Я позже покажу. Мы делали подкаст для Билайна большая дата. Он абсолютно про аналитику, про большие данные. Там были топ-менеджеры крупных компаний, которые говорили о больших датах. Ну, собственно, он был абсолютно нишевый. Вот, можно говорить про образование. Я удивлен, ну, удивляюсь, почему Skyeng, например, не запустили до сих пор подкаст, хотя мы им предлагали несколько лет назад. Skyeng – это компания, вы, наверное, тоже знаете, это компания, которая онлайн, предоставляет сервис онлайн по обучению английскому языку. Это может быть ток-шоу в жанре интервью с целебрити. Это, наверное, самый простой и понятный формат. Вот все, что я сейчас перечислил, дискуссии в следующий жанр и лекции. Это все в целом может работать на бизнес, потому что это приносит какую-то пользу, в общем, понятную для слушателя. Но это все, по сути, разговорные подкасты, которых очень много. Это, в принципе, самый простой формат для подкастов или для бизнеса, чтобы подкаст запустить. Ну, для этого нужно два микрофона, сейчас удаленно, в пандемию мы научились записывать удаленно с помощью зума или как угодно, и для этого больше, по сути, ничего не нужно. В общем, что очень просто. Но проблема, наверное, в том, что ярких тандемов, ведущих, когда какая-то химия появляется или когда всегда подбираются классные, интересные гости, а бизнес хочет какую-то большую аудиторию, как правило, привлечь, если мне как, не знаю, частному подкастеру или автору достаточно тысячи прослушиваний, потому что это мои друзья, друзья, друзей, то, скажем, бизнес, если это не нишевый подкаст, который ориентирован только на топ-менеджеров компаний, то, конечно, бизнесу хочется больше аудитории, потому что подкаст не дешево производить, ну, в целом, для бизнеса, если на аутсорсе, да даже не на аутсорсе, неважно, это какие-то затраты, и для тысячи человек, конечно, это не очень круто, вот, поэтому многие сейчас пытаются создавать, создают нарративные подкасты, нарративный подкаст, это подкаст, ну, его проще всего сравнить с лонгридом в медиа, ну, в классическом издании, в Медузе, например, это то же самое, только наговоренное голосом, вот, и с какими-то классными эффектами, но, не знаю, что привести в пример, ну, наверное, какую-нибудь темную материю, то, что Женя Бабушкин делает в глаголе FFM, это не бизнес-подкаст, но это нарративный подкаст, здесь какой-то сюжет, автор его проговаривает, это интересно, потому что там рассказывается какая-то история, вот, бизнес тоже к этому приходит, я покажу один из примеров, который делает либо-либо сейчас, это абсолютно нарративный подкаст, про бизнес, да, я здесь, ну, вот, в этой картинке на слайде показываю, что, да, действительно свободная ниша, что есть подкаст Арзамас образовательный, например, Skyeng мог бы делать абсолютно популярный образовательный подкаст про английский язык, сейчас в топе по языкам, например, Don't Speak, старое шоу, которое плохо обновляется, и, по-моему, английский из BBC, BBC Learning English, или что-то в этом духе, и все, то есть нет подкастов, которые рассказывают об английском, ну, не знаю, есть еще итальянский язык, испанский, немецкий, французский, популярные языки, которые в России достаточное количество школ преподают, но почему-то ничего в подкастинге нет, хотя очень удобно в аудиоформате воспринимать обучение, ну, воспринимать язык, по крайней мере, работать с произношением и так далее. Что дальше? Ну, здесь, наверное, вы уже обсуждали, конкретно я говорил, это презентация для бизнеса, не все бизнесы понимают, как это работает, но я, наверное, не буду здесь останавливаться отдельно, все знают, куда загружать, какие есть агрегаторы подкастов, которые сами загружают у тебя, типа, Лепсин, или уже здесь в прошлом части мы обсуждали Анкор, как платформа бесплатная, что важно. Сейчас же запустили платформу Maeve, которая как Wave, только Maeve, Леша Ткачук запустил, не знаю, Podster остался тоже до сих пор, так что, наверное, здесь я не буду останавливаться, но если у вас будут вопросы, задавайте. Да, это совсем коротко, я хотел еще открыть несколько подкастов, рассказать просто о том, что сейчас происходит на этом рынке. Ну, я для начала открою, наверное, сохраненные сообщения у себя, вот они, и это у дорогой редакции есть канал в Телеграме, можете на него подписаться, можете не подписываться, но суть в том, что вот мы делали когда-то, я делал подборку подкастов, она была сделана наверное, да, это февраль 2020 года, но не суть, ситуация не сильно изменилась, вот, пожалуйста, это те немногие подкасты, которые вот тогда существовали, делали бренды, Эватор, вы, наверное, знаете, сделал подкаст про бизнес, вот вам один из форматов того, как можно бизнесу говорить о себе и рассказывать в принципе о бизнесе. Целевая аудитория Эватора, вы знаете, наверное, это компания, которая продает кассовые аппараты, терминалы, планшеты, вместе со Сбером и с правительством России продвигает эту систему, они сделали подкаст про то, как создать небольшой бизнес, это был первый реалити-подкаст, заварили бизнес, он называется, вот он, где рассказывалось о том, как в 9 и 10 сериях, как за 400 тысяч в реальном времени девочка, соведущая, эти 400 тысяч тратила и пыталась открыть кофейню. Не буду спойлерить, что было в конце, если вы не слушали, послушайте обязательно, к 10 серии что-то произошло. Сейчас второй сезон, там он в более простом формате, это уже не реалити-подкаст, это подкаст про бизнес, то есть приходят бизнесмены и рассказывают о том, как они делают свои проекты. Соответственно, вот это для малого и среднего бизнеса, целевой аудитории Эватора, пожалуйста, вот такой подкаст. Тинькофф Инвестиции запустил Жадный инвестор подкаст, в общем, тоже логично, для бизнеса, Билайн большая дата мы делали, Авито запустили, он недолго просуществовал проект, насколько я знаю, его делал агент Digital, Ром Зарипов делал, это был подкаст, про, когда люди, которые на Авито продавали какие-то необычные вещи, например, машину DeLorean, вы помните из «Назад в будущее» из фильма, они рассказывали довольно забавно, как у них это появилось, такие настоящие истории настоящих людей, которые продают что-то на Авито. Прикольный мог быть подкаст «Облако Мейл.ру», «Завтра облачное», его вел Андрей Коняев, ведущий на них куджи подкаста, вы наверняка знаете, основатель НПлюс1, классный чувак, талантливый журналист, вот Андрей вел его, но что-то он не взлетел, это был подкаст такой немного гиковский, но он был, обратил внимание всех, кто сейчас слушает, на то, что качество записи подкаста, конечно, имеет принципиальное значение. На самом деле, эта мысль вроде не новая, и еще Юрий Дудь говорил о том, что аудио, на самом деле, всегда очень важно, потому что интервью или то, где нет какой-то важной картинки, часто воспринимают исключительно на слух, и вот самое важное даже в видеоинтервью, которое пишет Дудь или другие, журналисты и ютюберы, блогеры в том, что должен быть качественно записан звук. Вот облако Mail.ru не взлетел, там был очень плохой звук, мне кажется, в том числе поэтому. Ламода пыталась запустить подкаст, увидеть, что у Кинопоиска на самом деле очень много подкастов, но вот шумояркость, которую ведет Лев Ганкин, я всем очень советую, это прекрасно совершенно, он сам по себе очень классный, я его очень люблю. Вот, пожалуйста, запуск завтра, прекрасный подкаст, который делает студию либо-либо для Яндекс.Практикума, отличная концепция, очень простая, и там, наверное, химия у ведущего и гостей есть, просто потому, что их ведущий это человек с таким маркетинговым бэкграундом, и ему просто общаться с теми, с кого он знает, например, с Ильей Красильщиком, который рассказывает о том, как работает Яндекс.Лавка, тоже хороший подкаст. У Яндекс.Дзена был дзен-бизнес, он, насколько я знаю, больше не выходит, IQ, Яндекс.Кью, не знаю, обновляется или нет, слушай, Алиса до сих пор есть на Яндекс.Музыке, это спецпроекты Яндекс.Музыки, это планетроника про музыку и так далее. В общем, вы видите, подкастов довольно много, я сейчас еще открою несколько, их больше стало, какие-то уже перестали выходить, например, у Инвитера, насколько я знаю, подкаста больше нет, но, например, деньги пришли, Альфа-Банк, вы наверняка знаете, они недавно перешли в студию Либо-Либо и там делают этот подкаст. Мегафон делал с ДБЛ спецпроект «Пожалуйста, будущее здесь». Вот я сейчас открою просто несколько подкастов, я просто открыл страницу, так чтобы ну, это я про Украину, просто случайно мне знакомые недавно скинули, что Лига.нет, это крупнейший сайт, ну, это частный бизнес, они сделали подкаст про разных людей в маркетинге, вот первым Паша Вджетт стал основателем агентства «Банда», одного из самых, наверное, известных в СНГ, и они работают в США в том числе, вот, пожалуйста, пример того, как бизнес начал, не знаю, продвигать себя с помощью подкаста в том числе. Студия Либо-Либо, пожалуйста, сделали, недавно последний кейс, сделали подкаст о жизни курьеров, простите, что на афише, тут какой-то баннер, но неважно. Для Яндекс.Еды они сделали там такая концепция, что у Яндекса была задача сделать, показать курьеров как нормальную профессию, как настоящих живых людей, как наших героев, как интересных, по крайней мере людей, чтобы когда к тебе заходит курьер, ты воспринимал его лучше. Это вообще очень нормальная идея, как мне кажется. Сейчас этим самокат занимается, другие сервисы, доставки. А там курьеры рассказывают о том, чем они занимаются помимо курьеров. Вот студент, например, не знаю, работает реставратором на самом деле, ну и так далее. В общем, у всех какие-то классные профессии. У этого, разумеется, есть минусы, потому что на самом деле курьер, у многих курьеров нет таких классных хобби, и это скорее исключение из правил, и это сложная тема, наверное, но в целом это тоже имеет место быть и для Яндекса это, возможно, будет неплохим проектом. Пока никаких цифр, конечно, нет, потому что он только запустился. Мы посмотрим, что будет дальше, как долго он будет выходить. Мы делали подкаст для компании Pedigree, подкаст про... У них, у Pedigree, это компания, которая выпускает корм для собак и кошек, ну, для собак, вот в данном случае собаки, у них была задача продвинуть свою социальную программу для тех, кто берет животных из приюта, нужно было... Они давали какие-то бонусы, значит, было специальный корм и так далее, и так далее, док-френдли такси предоставляли, и нам нужно было продвинуть эту историю, и мы... Была конкретно об этом бизнес-задача, мы придумали такую историю, что в пяти эпизодах мы... Это тоже реалити-подкаст, где настоящая абсолютно журналистка и героиня Лиза, она идет в приют и берет настоящую, выбирает сначала вместе с кинологом собаку, рассказывает, как она это делает, как она выбирает, как лучше это делать, как она воспитывает и так далее. Вот мы в пяти сериях об этом рассказываем, при этом у нас есть еще там знаменитый кинолог Константин Крапетянс и хозяйка шести собак Настя Задорожная, такая, наверное, относительно известная актриса, да, она рассказывает о своем опыте и поддерживает Лизу. Этот подкаст можно послушать до сих пор, то есть он закончился, он был какое-то время, мы достигли KPI, который ставил перед нами клиент, я не могу говорить, к сожалению, какие, но там тысячи прослушиваний были, не могу сказать, сколько, но прилично, хороший подкаст, как мне кажется, несмотря на то, что мы делали его в очень сжатые сроки, вот там совершенно талантливый голос Гриши Туманова, который ведущий мужчин, вы куда подкасты на заднем плане, ну, в общем, мне кажется, это хороший проект и в целом бизнес может работать как, не знаю, как такой источник какой-то пользы или социального блага, социальных проектов, потому что у них есть на это деньги, это тоже вариант развития событий, не только рассказывать о себе или помогать только своей целевой аудитории, но и, например, быть вот таким проводником хороших историй, это абсолютно нормально и мы помним в большом маркетинге есть Доброшрифт, который сделал огромное количество компаний и это привлекло внимание к детям с ДЦП и вообще к проблеме церебрального паралича, вот это увеличило запросы в Яндексе просто очень сильно, вот этот проект, он абсолютно о том же, можно взять собаку из приюта, это не сложно, миллион приютов, пожалуйста, и реально многие люди это делают и нам многие писали очень хорошие отзывы о том, что это правда классно и полезно, конечно, здесь не без брендинга, вот, ну, наверное, люди должны понимать, что если бренд платит, то он должен присутствовать в разной мере, я считаю, что не обязательно везде ставить ссылки, но вот у разных клиентов разные условия. Дальше, вот подкаст «Большая дата», который мы делали для Билайна, вот эти популярные услышатели до сих пор, хотя подкасты все-то нишевые, там история такая, что у Билайна была задача, как-то попробовать привлечь людей, которые могли бы работать разработчиками или работать с аналитикой больших данных, ну, и как-то что с этим сделать? Мы придумали такую простую историю вместе с Костей, значит, это директор по большим данным компании Билайн, такой топ-менеджер, подумали, что он может быть ведущим и приглашать в гостей каких-то своих коллег по рынку, ну, вот, не знаю, пожалуйста, приходил директор по большим данным ВКонтакте, Озона, Окка, Эбби или вот Яндекс.Музыки, которые рассказывали о своих алгоритмах, как они работают, да, вот 836 лайков, довольно много, на самом деле, для нишевого подкаста, и что, и у него хорошие результаты, мы сделали один сезон, сейчас в Билайне сменилось немного руководство, там поменялось полностью маркетинг и пиар, и не знаю, будет ли продолжение, но, возможно, одного сезона, в общем, достаточно, потому что темы, которые мы поднимали, были довольно интересные, и в пандемию мы говорили с Aviasales, с их директором по данным о том, как продаются билеты, куда люди летают, или вообще, что вообще происходит с этим рынком, это было довольно, как мне кажется, интересно. Вконтакте рассказывал о том, как они будут расшифровывать голос, какой у них спичкит будет новый и так далее, в общем, на самом деле, это прикольно, интересно всем, но мне кажется, что все равно он такой не на популярном языке исключительно разговор, поэтому я его называю нишевым, хотя количество прослушиваний в общем-то не нишевое, это опять же, тысячи прослушиваний на каждый выпуск, наверное, можно и нишевым называть, при этом подкасты мы не продвигали, о продвижении вы можете потом спросить, это вообще отдельная история, как продвигать подкасты, это главная, по сути, вопрос у любого бизнеса, какие будут результаты. Вот, мы чуть позже вернемся к этому, у нас еще времени довольно много, слава богу, поэтому давайте дальше, дальше вот подкаст Сбербанк, мы делали с ним подкаст «Главный инвестор», его вел топ-менеджер Сбербанка, глава Сбербанка, инвестиций, их фондов и прочее, мы начинали его делать, сейчас мы решили, что круто было бы сделать его в видеоформате, и Сбербанк будет продолжать его делать в видеоформате, наверное, я надеюсь, что это случится в ближайшее время, но, по крайней мере, первые выпуски выходили в топ, в Apple, и, конечно, подкаст с топ-менеджерами делать сложно, потому что у них мало времени, с ними сложно договариваться, и так далее, и так далее, и так далее. И, наверное, если у человека есть более, ну, у человека, который занимается инвестициями, есть наверняка более срочные и важные дела, вот, принять решение, не знаю, о том, что происходит на рынке, поэтому, если вы, или ваш бизнес, или к вам приходит бизнес, и вы думаете сделать что-то с топ-менеджерами, конечно, это всегда сложно, с Билайном тоже было непросто, и здесь со Сбером всегда непросто, потому что у людей очень высокая загрузка, и если вы, если вы как агентство или как, не знаю, сотрудник хотите, ну, особенно если как агентство на аутсорсе занимаетесь таким проектом, нужно быть готовым к тому, что в сумму, в смету нужно закладывать то, что в любой момент нужно будет записать этот подкаст, когда у спикера появится такая возможность, потому что мы не можем заранее планировать, как вот при обычном выпуске контента, что, не знаю, мы выходим по вторникам, записываемся по четвергам, вот, потому что все всегда сдвигается и переносится, тоже важно помнить. Вот, хотел бы вот показать подкаст, либо-либо, это нарративный подкаст, который он делает для Сбердевайсов, называется, «Вы находитесь здесь», там хорошая команда работала, я знаю ребят, и продюсер подкастов, продюсер подкастов стал ведущим, он читает все, здесь есть редактор и автор, которые написали этот большой текст про историю развития нейросетей и так далее, интеллекта, то есть был большой текст, большое полотно, и Паша, продюсер, он его начитал, а Эльдар Фатахов, их звукорежиссер или саунд-дизайнер, лучше назвать его, он все это облег в такую прикольную форму, добавил эффектов, они договорились с архивными записями старых, вообще каких-то первых голосовых помощников, чего угодно, это довольно прикольно звучит, такой аудиоспектакль, ну, назовем его так. Вот этот нарративный подкаст, он, наверное, один из первых в бизнесе, который вообще сейчас есть, раньше казалось, что такой формат сложный, не работает, он нет, дешевый еще, надо понимать, но подкастом над этим трудилось 7 или 8 человек, наверное, это прилично по затратам, но результат может быть классный, вот, не знаю, нарративный подкаст, это, не знаю, трасса 161 пола. Михаил, чуть-чуть вас прерву, у вас 10 минут еще есть. Да, да, я вижу, 30 минут, супер. Да, нарративные подкасты, и вот еще, например, то, что мы делаем для ОКО, это подкаст про кино, называется «Как в жизни», но он про то, как все в кино происходит. У ОКО была задача запустить подкаст, который бы работал на относительно молодую аудиторию, и он бы помогал позиционировать ОКО как экспертов в кинематографе, потому что считается, что ОКО это такой большой крупный киносервис, сейчас это вообще структура Сбера, и к нему такое отношение, ну, типа, вряд ли они эксперты, просто покупают кучу фильмов, в основном там какое-то, не знаю, популярное кино, это масс-маркет, ширпотреб и прочее. Вот, мы придумали такую историю, что мы взяли не каких-то суперизвестных самых в мире кинокритиков, на самом деле их немного, Антон Долин самый известный, вот мы решили пойти другим путем, взять молодых кинокритиков, которые в целом известны на рынке кинокритики, но при этом это не суперзвезды, они вырастут, очевидно, в суперзвезд, я в этом уверен, это Егор Беликов, и Егор Сенников, и мы с ними сделали проект, где они как раз просто рассуждают о кино, но концепция в том, что мы как бы берем какую-то классную, необычную проблему, философскую или социальную проблему, рассказываем, как о ней говорят в кино, таким образом эту проблему тоже обсуждаем, например, проблему новой этики, да, и можно взять сериал «Утреннее шоу», где новая этика исключает человека из жизни, его увольняются работы и так далее, и так далее, и это довольно интересно, потому что мы тут касаемся и социальных проблем и так далее, у нас плюс ко всему есть некоторые выпуски, мы делаем благотворительные, ну, условно благотворительные, мы приглашаем людей из фондов, которые занимаются конкретной проблемой, вот у нас первый выпуск такой был с с Ночлежкой и с их директором, значит, они помогают бездомным людям, и мы сделали выпуск про фильмы про бездомных, это было довольно забавно, в том смысле, что мы смогли с помощью кино рассказать о важной проблеме, привлечь к ней внимания, Георгий Свердлин, основатель Ночлежки, он рассказал про то, как все это происходит в городах России, почему люди оказываются на улице, в общем, это был такой благотворительный выпуск, мы когда-то в будущем хотим сделать донаты для этих фондов, прикрутить их на сайте ОККО, возможно, и это таким образом, ну, это моя какая-то идея, реализовать какую-то социальную миссию, мне кажется, у бизнеса большого, у которого много денег, подкастов нет, ну, в смысле, это просто песчинка, она может нести какую-то не только корпоративную ценность, не рассказывать о фильмах, которые только наука выходит, а мы, кстати, рассказываем не только об этих фильмах, мы говорим о Netflix, о других платформах, стараемся быть максимально объективными в этом ключе, вот, поэтому мне кажется, что социальные миссии тоже хорошие темы, это что касается подкастов, которые сейчас существуют на рынке, мне кажется, что важно проговорить про продвижение, я сейчас, наверное, ну, я потом, может быть, какие-то ссылки покидаю, ну, продвижение подкастов есть два направления, у меня просто есть документ, я сейчас не знаю, не буду лезть его искать, он, я прекрасно его помню, значит, два, бесплатные, платная возможность продвигать подкасты, есть бесплатные инструменты, и если вы говорили об авторских подкастах, они абсолютно подходят для всех, это заявки на фичеринг в Apple, в Яндексе и в Кастбоксе, если у вас от трех выпусков, вы имеете право попасть в большой слайдер, там будет ваш баннер, я сейчас чуть-чуть скажу позже про то, какой результат это может принести, и это в том числе работает для бизнес-подкастов, неважно, в общем, редакторы Apple, Яндекс и Кастбокс смотрят вашу заявку, там нужно сделать баннер, в общем, короче, все эти ссылки есть, их несложно найти, там абсолютно понятная форма, которую заполняешь в Яндексе на русском, в Apple на английском, в Кастбоксе тоже на английском языке, и можно появиться в слайдере, вот сейчас покажу в каком, обзор, 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 вот, вот слайдер, видите вверху, вот здесь появляется, пожалуйста, вы находите здесь, это бизнес-подкаст, он в слайдере, это центральный слайдер, с которого начинается, кстати, вот 2x2 тоже, по сути, бизнес-подкаст, канал 2x2, делает подкаст Escape, абсолютно офигенный подкаст, если бы не слушали, послушайте, он прикольный, вот, про геймификацию в жизни, да, этот, с него начинается любое окно в нативном приложении подкаста, которое есть на любом телефоне iPhone, вот, и это приносит действительно большой буст, большое количество охвата вашему подкасту, как правило, это, ну, наверное, в первые пару-тройку дней вы несколько тысяч прослушиваний получите сверху, и это, наверное, неплохо, потому что потом они все равно идут, конечно, по нисходящей, но есть инерция, и вы можете, делая классные новые выпуски, поддерживать интерес пользователей, сохраняя их вовлеченность, retention, удерживать, да, людей, это довольно прикольный, может быть, инструмент, это первое, второе, это попасть в редакторские подборки, и в Apple они выглядят вот так, видите, такие слушай, слушайте новое, с чего начать, вот как в жизни, например, наш подкаст, вот он здесь, он был уже в фичере наверху, спустился сюда вниз, вот, не знаю, любовь в подкастах, это было 14 февраля, будет наверняка подборка к 8 марта, еще что-то, вот как понять, говорят о музыке, здесь, да, довольно тоже много подкастов, можно все смотреть в любой подборке, в общем, как угодно, в Яндексе, в Яндексе, если мы сейчас откроем Яндекс.Музыку, есть, есть то же самое, есть баннеры, если вы зайдете на Яндекс.Музыку, вот тот же самый слайдер, они все скопировали в Apple, ничего страшного в этом нет, это абсолютно нормальная история, вот деньги пришли, пожалуйста, здесь новый сезон, это бренд-подкаст Альфа-Банка, ну и вот здесь мы видим разные подкасты, неважно, это что касается фичеринга, также можно подавать, написать просто на почту редакторам Apple или Яндекса и попасть не в фичеринг, а попасть в специальные подборки, у Apple вы видели какие, у Яндекса они, ну вот такие, куратор рекомендует подкасты, и вот категории какие-то, да, конкретные, или у них есть подборки, не знаю, там, типа новые технологии, да, и так далее, вы отправляете подкаст, в идеале отправлять сначала весь подкаст с описанием, а потом каждый выпуск, в идеале с советом, куда этот подкаст поставить, это на самом деле стоит делать и в Apple, и в Яндексе, потому что редакторам с учетом большого количества заявок всегда проще принимать решения, даже если у вас классный подкаст, а в Яндексе в Apple работают классные ребята, они все читают, они классно отвечают, они клевые, но им важно, что любому редактору, если вы рассылали пресс-лис когда-то, да, журналистам, в пресс-лисе максимально нужно четко, классно показать, что из этого журналист может взять для своей статьи, здесь то же самое, вам нужно показать, в какую подборку это может попасть и так далее, лучше это делать каждый, это бесплатные инструменты, самые понятные, обычные, есть еще спикеры ваши и ваши ведущие, они тоже должны стать амбассадорами вашего подкаста, если у вас известные спикеры, договоритесь с ними заранее о том, чтобы они сделали в сторис, о том, что вот они пришли в студию и так далее, это обычные классические приемы пиара, вот, и сами, если вы ведущий подкаста, ну, наверное, вы должны делать продукт, которого вы не стесняетесь, а раз так, ну, прошарите его во всех соцсетях, отошлите друзьям, директ-маркетинг, то есть маркетинг в личных сообщениях тоже никто не отменял, если вам не стыдно, присылайте всем знакомым, важным людям в индустрии, это может привести к тому, что, например, как Анас когда-то о Педигре написал там русский маркетинг, да, я Семе Ефимову отправил, он написал, ну, просто прикольный проект, еще несколько ребят об этом написали там, и это было бесплатно, и так часто получается, когда вы верите в проект. Есть платные инструменты, к сожалению, платных инструментов нативных внутри аудиоплатформ нет. У Яндекса есть инструменты Яндекс.Музыки, которые можно использовать для подкастов, но это очень дорого, это порядка миллион восьмисот тысяч рублей за какие-то, не знаю, миллион прослушиваний подкаста, условно говоря. Это работает хорошо для музыки, когда у вас новый артист, вам нужно его активно продвигать, новый альбом нового артиста, условно, да, и это нормальный бюджет для крупного музыканта или для крупной компании, звукозаписывающей или продюсерской. Но, например, это сложно для обычного подкаста или для любого бизнеса, никто не хочет складывать такие деньги. Поэтому есть инструменты, самый лучший, пока протестированный нами, это посев, это не посев, вернее, это таргетированная реклама в Instagram, в Stories, и в Stories работает хорошо. Клики можно получать по 10-20 рублей, ну, а прослушивание может стоить там до сотни, что, в принципе, не так дорого, ну, там 50 по-разному. Вот, к сожалению, мониторить это досконально тоже невозможно, потому что Apple, Яндекс, ни одна платформа не представляет детальной аналитики, как у вас есть на сайте, вы не можете посчитать конверсии, ассоциированные конверсии, кто откуда пришел на самом деле, кто посмотрел вашу рекламу, запомнил ее и вернулся потом из другого источника, в общем, это минус, безусловно, но это вариант продвижения. С Oka у нас мы делали тестовые продвижения, мы пока не запускали промо полноценное, но мы делали тестовые продвижения на небольшую сумму, и мы делали его в Телеграме, мы делали посев в киношных каналах, там, не знаю, не самых дорогих, и это был очень хороший результат, мы получили несколько тысяч прослушиваний, и они стоили тоже довольно дешево, там, меньше 50 рублей, что важно. Вот, это из тех инструментов, которые мы пробовали, которые работают, ВКонтакте не работает вообще, ВКонтакте подкасты все-таки плохо развиваются, к сожалению, эта платформа для подкастов очень плохо работает, хотя мы на прямой связи, у меня есть чат в Телеграме с ребятами из ВКонтакте, и мы общаемся, спрашиваем, почему так, почему так, они добавляют наши подкасты в подборки, но на Яндексе и подборки редакторские приносят результат, и мы по большой дате видели, что там почти тысяча подписчиков лайков внутри, например, у ВКонтакте это не приносит вообще ничего. Мы видим, что многих брендов или авторов подкастов, которые раньше заливали, а сейчас многие уже не заливают ВКонтакте подкасты, по 40, 50, 100 прослушиваний, но это не тот результат, которого мы ждем. Вот, и есть еще, наверное, возможность заливать подкасты в YouTube, во-первых, там очень хорошая система рекомендаций, даже без видео. Так делает, например, либо-либо, сейчас они многие шоу после первого, второго сезона, например, заливали в аудиоформате, сейчас они делают уже в видео, но, тем не менее, в YouTube офигенно работает рекомендация, можно поставить правильные теги, и ваши подкасты будут слушать. Могу сказать, что подкасты, которые мы делали, собирали 5-7 тысяч прослушиваний в YouTube, с высоким процентом дослушивания, больше 60-70%, и что? Ну, в YouTube можно классическими инструментами, классическими двигать ваш подкаст, например, с помощью таргетинга классического через Google Ads, и это тоже будет работать, и вы сможете привлечь какую-то новую аудиторию к своему подкасту. Ну, вот, наверное, 42 минуты, у нас осталось немного времени задавайте вопрос, просите ссылки, если нужно, я все вам всем с вами с удовольствием поделюсь. Классно. И отличный вопрос. Спасибо большое, Михаил, за вашу презентацию и за вот эти крутые кейсы, примеры, мне кажется, они наглядно всегда показывают, что, как можно делать. Я зачитаю тогда вопросы, которые отправляли ребята в чат. Да, Больше такой комментарий. Михаил, крутейший энтузиазм 2010-го, ведь многие из 2010-х не дотянули до рассвета сегодняшнего дня. Круто, действительно. Да, я прервался с 2014-го, у меня была пауза в несколько лет, когда наш стартап закрылся, но да, действительно. Окей, ну да, для этого нужно столько энергии, тем более столько лет. Следующий вопрос. Какие темы в подкастах в Центральной Азии привлекли бы рекламодатели из России, если такие вообще могут быть? я думаю, что наверное, можно рассчитывать на, примерно, какие-то фонды, которые выдают гранты. Это тоже, кстати, я забыл об этом сказать, это тоже вариант работы. Есть фонд Бёля, есть фонд Гёта, института Гёта в России, есть британский совет, и есть в британском совете точно абсолютно секция, которая занимается развитием стран Азии, стран каких-то СНГ, не буду говорить там второго, третьего мира, потому что Россия к тем же странам относится по их критериям, но узнать о том, как на самом деле живет страна, это вполне себе интересно может быть, потому что аудитория, я не могу сказать про аудиторию внутри, в Центральной Азии, но поскольку это подкаст оттуда, на российскую аудиторию в первую очередь, наверное, работать с фондами было бы можно, и эта тема могла бы быть просто про жизнь, о том, как живут республики, которые когда-то входили в Советский Союз, то, как они сейчас живут, как они развиваются, мы об этом очень мало знаем, это абсолютная правда, с точки зрения гуманистической это очень плохо, как мне кажется, ну, потому что мы как бы все вместе живем в России, и как будто здесь мы общаемся, но что происходит в, не знаю, что происходит в Таджикистане, мы не знаем вообще, как там живут люди, очень мало, небольшое количество людей, там, москвичей путешествуют, приезжают в Центральную Азию, там, очень красиво, они об этом знают, но основная аудитория, конечно, не знает, наверное, это был бы самый простой вариант работы, или, например, запичить такой подкаст Яндекс.Музыки, они активно сейчас развивают подкасты, они хотят стать платформой номер один в этом году уже, и они покупают, у них есть свой продакшн, и они покупают подкасты, наверняка, какую-то классную идею они могли бы купить про каких-то интересных, необычных героев Центральной Азии, или просто про жизнь людей в Центральной Азии, про политику в Центральной Азии, возможно, про историю, на самом деле тем может быть много, дело в том, что Центральная Азия часть огромных больших империй интересных, про историю можно рассказывать бесконечно, это не обязательно то, что происходит прямо сейчас, то, что прямо сейчас в России происходит, не всегда интересно, или где-то еще, но про историю всегда слушать довольно забавно, плюс ко всему, наверняка, есть свои какие-то загадки, свои какие-то истории, про которые можно сделать какой-то true crime, то есть, рассказать про, не знаю, историю какого-нибудь грабителя банков, не знаю, что, наверняка, ну, короче, есть свои истории классные, но они не имеют границ, потому что неважно, где чувак классно грабил банки, приходит туда голым, и это всех шокировало, и поэтому никто не обращал, ну, короче, никто не мог ничего сделать, ну, вариантов массы, наверное, конкретно про бизнес, это какой-то сложный вопрос, например, почему МТС было бы, учитывая то, что МТС, наверное, есть в странах Центральной Азии, да, Билайн точно есть там, Билайн есть, да, да, и мы делаем, мы делали для Билайна в Казахстане Интранет, это наш клиент, поэтому, ну, да, есть такие компании, поэтому сложно сказать, почему им нужно делать, ну, как бы российскому бизнесу приходить туда, это вопрос, ну, поэтому, наверное, какие-то фонды, все в таком ключе, наверное, могло бы быть интересным, Яндекс мог бы покупать такие подкасты, я думаю, что было бы классно с этого начать, ну, на самом деле, учитывая то, что у нас общий язык во многом, да, и это не представляет никакой проблемы подкастерам из Центральной Азии, сидя где угодно, хоть в Центральной Азии, хоть в Калифорнии, если угодно, то есть, неважно откуда, ну, конечно, записывать подкаст можно с любой точки мира, согласна, да, мы можем делать все, что угодно, наверное, здесь границ нет, история, культурология, образование, тот же язык, пожалуйста, если вы знаете английский, или вы его преподаете, сделайте подкаст об этом, возможно, кто-то из спонсоров к вам придет, потому что онлайн-школы тоже работают глобально, международно и так далее. Да, ребят, я думаю, вы обратили внимание, как Михаил тут очень старательно вам идеи накидывает, это прям мозговой штурм, поэтому возьмите на заметку, я согласна с тем, что там все равно важна история, даже тот же, да, знаменитый испанский сериал «Бумажный дом», он про грабителей банка, то есть здесь зависит, я думаю, от истории, и представлен ли вообще бизнес в этой стране, поэтому возьмите на заметку, запишите истории, это очень интересно, это очень важно. Следующий вопрос. Обычно вы разрабатываете концепты и предлагаете их конкретному бизнесу, вопрос, первая часть вопроса, насколько бизнес сегодня готов рассматривать подкасты как эффективную площадку взаимодействия со своей аудиторией? Ну, в России готов, больше того, наверное, мы сейчас работаем в основном с входящими заявками, скажу так, то есть наши существующие клиенты, Сбер, например, или, не знаю, Samsung или кто-то еще, они к нам приходят и говорят, чуваки, ну, как бы мы с вами делаем соцсети или делаем бренд-медиа, делаем сайт, например, давайте подкаст сделаем, как бы, блин, нужно делать подкаст, потому что все его делают. Я бы в этом контексте сравнил бы подкасты, наверное, лучшее сравнение, это сравнение с Телеграмом, в которое никто не верил, говорили, чуваки, в смысле, 10 тысяч канал, мы не будем размещать там рекламу за 50 тысяч рублей, и через год люди тратят миллионные бюджеты на посев в Телеграме. С подкастами происходило то же самое и происходит пока постепенно. Действительно, аудитория в России подкастов там от 5 миллионов сейчас, и она к концу года 2021-го должна дойти до 10 миллионов. Ну, это АЭБ, это агентство, которое сейчас есть в представительстве и в России, оно занимается исследованием подкастов в том числе. Вот. Вы можете легко загуглить, посмотреть. Наверняка на подкаст.ру я видел, что прошлый один из спикеров показывал эту площадку, потому что там можно лендинг для подкастов бесплатно создать. Наверняка там про АЭБ, про эту структуру написано, потому что они разрабатывали всякие метрики подкастов. Короче, это они придумали то, как анализировать подкасты. И все с этим согласились. Вот. Поэтому к нам приходят, мы концепции готовим по запросу, а бывало, что это тендерные концепции, это не наши клиенты, например, там, стол АТО, да, приходят, говорят, мы хотим подкаст о том-то, вот об этом, давайте придумайте нам классную концепцию. Они, кстати, не запустили подкаст до сих пор, поэтому мы в тендере участвовали. Вот. Или, не знаю, какая-то компания, которая доставляет еду, вот, какая-нибудь, приходят, я не Яндекс.Еду, имею в виду, есть другие компании, да, они тоже хотят делать подкасты, им тоже нужны какие-то идеи о том, что это может быть. Так что, в основном, мы работаем на входящие заявки, хотя, сейчас мы прорабатываем несколько концепций, которые мы будем предлагать Яндексу, и здесь мы выступили инициатором, наверное, коммуникации, хотя, как-то двусторонняя история, что Яндекс нам пришел, сказал, чуваки, вот вы делаете подкаст, хотите сделать для нас что-нибудь, давайте подумаем, что. И тут мы уже придумать, придумать начали идею, у нас не было ограничений никаких, сейчас мы в стадии каких-то переговоров, это опять же подкасты, ну не знаю, давайте тоже еще здесь какую-то пару подсказок про то, какие подкасты популярны, какие подкасты сейчас интересны издателям, большим аудиоплатформам, в первую очередь, подкасты о психологии, они всегда были популярны, раньше это был коучинг и мотивация, в первую очередь, и все первые подкасты, которые мы делали на подсоторе, они были об этом, были гениальные подкасты, людей типа Антона Бритвы, все-таки какие-то инфобизнесмены и так далее, просто довольно, ну как бы трэш, но их слушали тысячи людей, а сейчас это другая психология, как часть психологов, или медитации, или психология на дожде и так далее, там история очень интересна, тоже, но история какая-то в идеале все-таки необычно, не цитировать википедию, вот, подкасты для детей и о детях супер востребованы могут быть, если их сделать классно и хорошо, вот, в принципе, три темы, психология в первую очередь, про которые нужно рассказывать, подкасты для подростков и детей, да, вот, поэтому, если вы вдруг, у вас есть какая-то идея, есть экспертиза в чем-то, делайте, это очень круто, это точно будет востребовано, если сделать это хорошо, вот, какой-то такой, наверное, ответ, если пытаюсь вспомнить, придумывали ли мы, придумывали, придумывали, ага, ли вы, придумывали ли мы, да, когда-то, да, да, мы для Кока-Кола придумывали концепцию подкаста, мы так его пока не сделали, это наш клиент, но мы пока раздумываем, о том, что, может быть, лучше начать сейчас с комнаты в Clubhouse, вот, а потом уже перейти к подкасту, но в целом, да, как правило, бизнес настолько заинтересован сейчас в России в подкастах, что каждый из существующих клиентов когда-то нам задавал этот вопрос, с кем-то мы уже делаем, либо к нам приходили заявки, ок, к нам тоже сами пришли, в какой-то момент был тендер, там участвовали разные компании, вот мы его выиграли, сделаем сейчас подкаст про кино, поэтому, наверное, в Центральной Азии, возможно, бизнес не так активен, просто потому, что где-то у бизнесов меньше денег, там, у региональных представительств, но, наверное, это ближайшее будущее, потому что, ну, как бы постепенно это все равно будет происходить, так или иначе, в России уже происходит. Ну да, и скорее всего, сейчас пока что на данном этапе от нас должна исходить какая-то инициатива, то есть это не как у вас сейчас, да, входящие заявки, а исходящие. Я думаю, что для бизнеса лучше всего сделать хорошую презентацию, доказать, почему сейчас, есть такой вопрос, который задают, если вы хотите получить инвестиции, деньги от, там, условности Квоя Кэпитал в крупных венчурных компаниях, первый вопрос, который они задают, это why now, почему сейчас, нужно объяснить, почему сейчас, потому что аудитория подкастов, несколько миллионов человек, ну, понимаете, собрать эти данные, поделиться им, показать классные кейсы и сказать, мы сделаем вот, у нас такая концепция, мы говорим, что у нас будет такое-то количество прослушиваний, мы охватим аудиторию. Понятно, что главный вопрос, который задает вам бизнес, ну, в смысле, 10 тысяч человек, а почему нам это важно? Это всегда сложный вопрос, и действительно, не всем бизнесам нужен подкаст. Ну, не нужно, не знаю, какой-нибудь районный кофейни небольшой, запускать свой подкаст, так же, как и свои соцсети, крупные тоже, очевидно, не нужно запускать, нанимать агентство для этого. Поэтому, тут, наверное, индивидуально нужно подходить к бизнесу, но крупному бизнесу подкаст нужен, потому что это еще одна возможность охватить ту аудиторию и глубинно с ней поработать на психологически другом уровне, потому что подкаст – это очень интимная среда, вот, очень такая девственная с точки зрения рекламы, ее там не так много, как в Штатах сейчас или на радио сейчас в России, и поэтому люди вдумчиво слушают много, долго, и бизнесу можно показать, показать это, что действительно там по-другому восприятию идет. И многие действительно покупают, пока это для крупного бизнеса в первую очередь, но какие-то небольшие компании тоже пытаются пытаются заходить и сами что-то делать. Вот, я думаю, так. Да, я думаю, если это более там, ну, тот же малый или средний бизнес, это должны быть такие очень смелые ребята, энтузиасты. У нас остается буквально пять минут. Ребят, если у вас есть вопросы, вы можете прямо сейчас подключиться и их задать. Если нет, здесь еще спрашивали о подборках, о которых вы говорили, как попасть там в подборку. В принципе, вроде бы как поняли, но у меня другой вопрос. На каком языке надо писать? На английском языке писать и объяснять, о чем ваш подкаст? Да, смотрите, фичеринги, я не знаю, я могу вам эти ссылки все скинуть кому-нибудь из вас потом в чат, я сейчас потом их найду, вы поделитесь там в своем комьюнити, это без проблем. Ну, если у вас какие-то вопросы будут, можете писать мне в Facebook, например. Вот, ну, я всегда отвечаю на все вопросы, это несложно. Вот, писать Apple нужно на английском, у Apple есть на сайте кнопочка Apple Featuring, если ввести в Google, то там есть эта ссылка на заявку, там нужно подготовить баннер, там есть его параметры, нужно его послойно прислать в PSD в формате Photoshop, и аватарку прислать, и описание, там все, есть все пункты, как их обозначить, в Яндексе тоже самое, заявки есть, короче, есть FAQ, классический раздел Frakening to Ask Questions, сейчас задаваемые вопросы, там это есть, и там на русском языке нужно подавать заявку, в CastBox, на английском, что тоже иностранная компания, в целом, я могу сказать, что какие-то люди, которые даже не очень хорошо знали английский, из каких-то моих знакомых, коллег, они справлялись с этим, попадали в фичеры, поэтому главное, какой у вас продукт, насколько он классный, потому что отслушивают все равно люди, которые понимают, естественно, русский или любой другой язык, куда вы подаете, да. Спасибо большое, Михаил, благодарю вас за ваши ответы, в принципе, вопросов у нас уже нету, мы можем, мы можем прощаться, но, ребята, вы услышали, что Михаил открыт, в принципе, как все подкастеры, супер такое дружелюбное у нас комьюнити, ответит на ваши дополнительные вопросы, все ссылки вам также вышли, вышли девочки, организаторки, вот, Михаил, еще раз благодарю вас, вы можете попрощаться с аудиторией. Да, Мирим, спасибо, что вы все классно промодерили, да, и у вас классная дикция, видно, что вы подкастер. Спасибо. Да, спасибо, очень интересно, на самом деле, я бы сам с удовольствием больше узнал о том, как... Нет, я слышу, у меня... Да, ничего страшного, подкасты есть в Центральной Азии, и как вообще развивается этот рынок у вас, я... Забавно, у вас классный такой, значит, брендинг, буква Е растянутый, привет, подкаст, все такое, забавно, круто, что это происходит, совершенно неожиданно, я рад, что смог, и могу помочь каким-то образом, или просто дать какой-то совет, или просто кинуть какую-то ссылку, мне несложно, пишите обязательно, я с удовольствием еще пообщаюсь, если у вас вдруг будут какие-то классные ссылки на классные подкасты, или статьи о том, как в Центральной Азии, не знаю, в разных странах живут подкастеры, работают без бизнеса, присылайте мне, я с удовольствием почитаю, потому что действительно, это не то, чтобы наш какой-то информационный средств, то есть мы об этом мало читаем, нас об этом мало пишут, наверное, если это будет чаще появляться, это будет прикольно, потому что русскоязычная комьюнити так или иначе в целом может существовать вместе, потому что у подкастов нет границ, все это знают, и тоже классно, поэтому у нас комьюнити такое вот международное. Спасибо вам большое за то, что вы слушали, пишите обязательно. Спасибо большое слушателям, я хочу напомнить, что далее будет панельная дискуссия с международными организациями из региона по поводу планов на индустрию подкастинга, так что я думаю, что тоже будет интересно и полезно. С вами была я, Мирим из Кыргызстана, я также дальше остаюсь здесь, но уже в качестве слушателя. Спасибо. Бегаим, передаю слово. Спасибо большое, спасибо большое, Мирим, спасибо большое, Михаил. Спасибо.